приветствую всех зрителей подписчиков канала также гостей пришедших для просмотра данного видео microsoft light simulator 2020 на канале да вот так вот возвращается microsoft на канал а я собственно возвращаюсь в симулятор вот обо всем подробно расскажу когда за наберем высоту вот сегодня мы летим минеральных вод в сочи почему на таком самолете на маленьком да и так далее это я все а в принципе что это в полете объяснить эти сейчас скажу что просто хочется посмотреть красоты сима вот естественно боинги будут airbus и будут так далее блин а тому подобное что это вернется но сегодня перелет минеральные воды сочи 266 миль это 57 минут в полете у нас это время все займет летим мы по реальной погоде по реальному времени давай наверно приступим в кабину и подготовки подготовки самолета окна есть нам принципе рунта вообще не мешай урвал до вас начнут на там писать поэтому в машине так куплен экран открываем берем эту этот подлокотник мешает он вам так что а собственно идем много тут имеем значит включаем батарею 1 включаем батарею 2 ground delta foxtrot eco sierra victor ifr to sochi ready to copy стоит покрыт лампать все работает тут у нас все работает дельта foxtrot eco sierra victor cleared to sochi at окей все работает так загружены мы сегодня довольно таки плотненько пока чё фаер тест у нас не проводится интересно так ноги шинлайдс он и кунлайдс он так помпы значит помпы помпы мы поставим он опять же до авионику потом так генератор 2 генератор 1 на борт сеть питания пойдет от генераторов да когда мы двигатели запустим так у нас здесь так ну анти айс понятно обогревы стекол потом здесь рециркуляция воздуха у нас стоит на хай я бы наверно поставил ее пока на лов так пристегнуться не курить включаем так этот сепаратор это сеточка такая которая должна как бы включаться на ими при взлете при посадке мусор всякий не попадал так и гнишин как зажигание он погнали стартер грант дельта фокстрот эко сиро виктор так вот видишь у нас тут грант дельта фокстрот эко сиро так вот видишь у нас тут грант дельта флот так давай загрузки 15 сразу поставим грант дельта фокстрот эко сиро виктор на стеклах и мы не будем опять же ставить поставим легкое light нам не нужно у нас тепло подключаем авионику æко мя kick ах вы я по GPS Так, а что он у нас не определяет нашу позицию, интересно. Так, вот, ИРС-ки согласовались. А тут еще, да, тут еще согласовывается. Так, далее. Блин, здесь у нас на приборах нифига не видно. Так, приборы поярче сделаем. Нет, никакой использовать, естественно, не будем, но днем летим. Так, о, стал получше, да. Я бы еще даже, наверное, немножко добавил. Так, нам эти показатели нужны. Ошен тут у нас горит. Какое-то предупреждение нам придает, но мы пока еще не настроились. Так, далее. Обогрев ПИТО. Так, смотрим, никаких предупреждений у нас тут нет. Отлично. Так, тест проводим, зеленая горит. Обратно. Так, у нас тут должен быть террин-радар, да? Так, раньше у нас в УДИ. Ага. Вот, да, нам террин-радар тоже нужен, потому как мы поймем в горах, полетим. Так, соответственно, так, вот наш маршрут. Ну, пока все красным, это понятно, но на земле. Так, пойдем автопилот настраивать. Значит, пойдем на 12 тысячах, нам нужно через гору перемакнуть там. И высота 10 с лишним тысяч хутов, поэтому для начала. Так, я в дампер включаю. Вклад директора. Пойдем мы в режиме НАВ. Заармировано, да? И на высоте 12 тысяч футов мы пойдем. 5. 12 тысяч футов. Что у нас тут? Так, вот, по напряжению генератор 1, генератор 2. Топливо. И давление масла в двигателе. Ну, все в зеленых зонах, все отлично. Так, по высоке. А что это у нас за сигналы такие? Так, вот, 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 вот. Так, вот, 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 вот Вертикалочка пока 700 поставил. Так. Дальше на Overhead. PIXELIGHT ON. Начнем мы сейчас с руления. Так, блин, здесь, 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 здесь все. У нас ОК. Залетаем с тридцатой. 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 Чем с тридцатой? Извиняем. Так. там мешает нам продеваемся потихонечку проверяем стоечку на салоне а за раздельно левый правый покатили скажу еще расскажу тебе еще об одном опыте блин че рашки вчера тоже записывал ролик ролик я его даже выкладывать не стану я бы сначала подумал что это у меня с симулятором не то окно об этом чуть позже то сейчас заговорюсь и что-нибудь забуду на предварительном катим на предварительном катим хорошее время я могу как бы тебе ошибся и будет Sleep кто потом минералин боти тава дельта фокстрот эко сиэра виктор тренируемся на предварительно включаем далее как я уже говорил вот эту ручку мы перед взлётом выводим в крайнее положение снимаем сумму состояночного готовы к залету так закрутки я пускал на закрутку не в абсолютно обстоят на посадку никто не заходит никто не взлетает разрешение на взлёт у нас получено выводим на режим и отрыв шасси убираем закрылки убираем примируем самолет подключаем автопилот так вот этот сепарейшн можем отключить сиара виктор ростов центр дельта фокстрот эко сиара виктор спасти 1700 фит клайминг 10000 фит дельта фокстрот эко сиара виктор ростов центр алтиметр 290.77 продолжим эко сиара виктор транспондер сквок 0632 1000 идем в наборе набираем 12000 так здесь у нас масштаб нам такой не нужен дельта фокстрот эко сиара дельта фокстрот эко сиара виктор так шасси у нас убрано так шасси у нас убрано так руки убран так руки убран дельта фокстрот эко сиара виктор минералайн воде сквок файф 746 сквок файф 746 эко сиара виктор сквок файф 746 эко сиара виктор ну вот мы видим нашел сиара виктор слева у нас горы а это вот у нас ну как бы те горы которые нам надо перемахнуть вот сюда на побережье черного моря и уже там как говорится ну вот это самая сложная задача ну блин для этого самолета нет значит рассказывай я на этом самолете не собирался вообще лететь хотя давай по порядку короче переустановил я полностью все симулятор обновил я все аддоны ну то есть все поставил с нуля ушло у меня на это грубо говоря два дня и потом я целый день копался блин настраивал этот сим отбирал там оптимальную графику туда-сюда чтобы компьютер у меня поменялся да видеокарта особенно это касается сменилась и соответственно но ну ты понимаешь что железо новое надо все подобрать по новой короче я пробовал direct x11 direct x12 короче пришел к мнению что 12 и плавнее намного так ну там то есть как бы просадок фпс и нет но когда ты допустим ну грубо говоря вот так вот и офигеть звук ты начинаешь вот так по графику фреймрейт там вот этот вот он скачет блин уходит даже там некоторых случаев красную зону а вот на двенадцатом direct x и такого нет там все зеленым все ништяк короче тесты такие небольшие проводил далее смотрел аддоны туда-сюда вот изначально планировалось данные рейсы данные рейсы совершать на кодиаке сотом ростов центр дельта фокстрот эко сиера виктор 6500 фит вот значит поставил этот кодиак все там посмотрел вроде бы все нормально сел вчера записывать ролик и офигел я от этого кодиака короче при взлете его куда-то кидает на разгоне на полосе педалями компенсировать там ветер или еще что-то крайне сложно такое ощущение что как будто он пьяный какой-то этот самолет я думаю хрен с ним может у меня не нас ну педали как-то не так настроен еще там что-то ну короче я весь там извелся блин но тем не менее решил лететь на нем изначально вот ну и при посадке в сочи я охренел то есть я захожу нормально у меня ну как грубо говоря до стабилизированный заход и на подходе когда там футов 300 200 может быть осталось он начала колбасить то есть опять же вот так же кидать как при разгоне то есть после я его начал ловить педалями и чем ближе я был к полосе тем больше меня швыряло короче нахер этот аддон и все давай я искать что-то новое что-то интересное ну вот в итоге остановился на вот этом пилатсе как бы неплохой самолетик мне он тоже нравится я помню когда я еще скажем так то время летал на симуляторе в то время это до того да как я немного про него подзабыл вот ну налетался вот скажем так и немножечко подостыл но решил вернуться ради вот этой вот красоты ради вот этого вот как говорится символом да надо много времени на него сейчас придется много чего вспоминать так потерей ну ты видишь то что мы идем вперед да там перед нами горы они еще красным горят но мы пока что на высоте 9000 соответственно когда мы наберем 12 это краснота исчезнет красно это говорит нам о том что мы по высоте не проходим вот так что еще что касается этого пива решил начать с него именно да с маленьких самолетов как я уже говорил потому что ну хочется полюбоваться сим более что я много обновлений пропустил а симулятор не стоит на месте вот как то так ладно следующее что касается до тура значит сейчас мы идем на рейс минеральные воды сочи а дальше мы пойдем из сочи в геленджик потом в анапу и в краснодар вот такое путешествие по югу россии мы совершим на данном самолете там конечно расстояние будет поменьше это самый длинный маршрут у нас получился но на все эти города у меня стоят сценарий естественно парков поэтому именно такой тур и выбрал так ну а мы тут подходим к очередной точке делаем правду ворот так сигнализация нам говорит о том что через тысячу футов мы будем на нужной нам высоте вернем штурвал он нам говорит наш террин радара террин радар нам говорит что у нас все порядке на данном этапе но мы естественно на нем следим так слушай я бы не сделал бы камеру на него неудобно мне так каждый раз мышкой тем более надо его поближе смотреть блин у нас кислород отключен давайте задохнемся нафиг ну да видишь впереди все зеленое поэтому проблем быть как говорится не должно ну вот все я кнопочку назначен сразу а будет намного удобнее ну да ну да ну да ну да знаешь единственное что я а собака у меня тут подошла не разобрался в этом самолете так это блин я тут долго искал крутинку управление хейдинга так я ведь ее нашел где-то вот здесь давай-ка мы тогда сделаем так а ну и она у нас собственно вот она но нам же нужно установить посадочный так а посадочный у нас посадочный у нас 0.58 это соответственно повелок вот он у нас какой он у нас крутой крутится я так думаю что вот это и вот нам вот здесь 0.58 надо поставить это наш посадочный если я не ошибаюсь я перепроверю естественно так вот 0.58 выставлено соответственно надо вернуться на режим по по на навигацию по навигации так что у нас впереди у нас вот такая вот красотища на но throughout и так так что касается тогда ответчик вальта мы же его по-моему даже не переставляли до живо в стендбай поставили вот видишь уже забыл ладно ладно даст нам не до него давай сейчас я попробую перепроверить курс для этого что мне нужно для этого мне нужно летом от маку запустить хотя бы я найду ну и полетал нафмак давай посмотрим аэропорт сочи точнее адлер у нас на ночь до 058 а частота 111 10 частота и нас я имею ввиду «творUND» пос rid 충 Lenill 2000- retire вот 4 из пол あの adora и над этом и уже сейчас вот идем в сторону у даутского государственного заказника там тебе тебе да ну город или район я не знаю как нас тут немножко пай паша кровать скажет так ветер это нормально так 111 есть у нас по волоку пойдем до так 1110 у нас выставлено в принципе ответственно нам нужно просто его активное окно поставить по 1110 потом еще перепроверим так идем на точку длина здесь вот эти данные оставим нам смыслу почти два одинаковых экрана иметь тут мы видим расстояние 10 по приборам все норм давление нормально давление масла имеется в эту температуру двигателя норм момент 35 и 3 пойдет ну все собственно в таком режиме мы идем здесь наш туда вот сюда иногда поглядываем ничего у нас такого страшного нету мы собственно заходим в горы уже конкретно Горы, горы, горы. Да, для этого самолета 12 тысяч это далеко не потолок. Поэтому горы нам в принципе на этом самолете не страшны вообще никакие. Он любые горы перемахнет. Но красотища. Блин, как я по этому скучал. Мне просто, знаешь, с одной стороны скучал, с другой стороны в свое время как бы насытился симулятором. А еще есть одна такая сторона, что я понимал, что если я захочу, допустим, совершить какой-нибудь перелет, то мне придется один фиг переставлять симулятор, потому что в старой версии лететь неохота было. Симулятор на месте не стоит, обновляется, он становится все лучше, да. И как бы осмыслал лететь на старом и следующий новое. Вот. Ну, я понимал, что переустановка симулятора займет до хрена времени. И просто это надо сидеть, сидеть, заниматься, заниматься и заниматься. Но это, блин, не просто там игрушку какую-то переставить. Вот, поэтому, как бы, ну, видимо, не так сильно скучал, как заскучал, скажем так, в последнее время, что просто решил, что да, уже надо, уже пора. Ну, вот, и начал переставлять сим. Плюс. Ты же понимаешь, что, допустим, я играл в гонки, да, если ты давно меня смотришь, да, и даже если недавно ты видишь, как у меня видео там на канале. Ну, естественно, я играл там на руле, там, туда-сюда. Ну, я люблю кайфовать от игр, поэтому играть на джойстике, это, блин, не для меня. То есть, если это машина, значит, это должен быть руль. Если это самолет, значит, это должен быть штурвал. Либо это должен быть сайстик, да, вот джойстик, если это, там, допустим, вертолет, хотя я на них вообще не летаю. Ну, если это, допустим, аэрбас. А если это Боинг, ну, либо вот такой самолет, ну, значит, это штурвал. А это все нужно... А это, соответственно, все оборудование нужно поставить, потому что все вместе это держать на рабочем столе, ну, не получается. То есть, даже по одной простой причине, что тот же штурвал либо руль, ну, он должен быть посередине экрана, правильно? А ты же его рядом не поставишь. А у меня на столе, на моем компьютере, у меня такая тут идея возникла. Ну, она возникла давно, когда я стол компьютера наменял, старый на новый, чтобы не было проводов. Ну, то есть, как можно больше по возможности спрятать провода. И, соответственно, все провода от всех устройств, которые реально провести, скажем так, снизу, с стола, я это сделал. То есть, у меня сейчас, по сути, проводов нет. Ну, то есть, не чистый рабочий стол. Ну, и вот, замена каждого устройства с одного на другое. Это еще тот квест, я тебе скажу. Так что... Так что вот так вот. Поэтому сейчас я вернулся в ВАЯ-симулятор. А вот со всякими гонками придется немного повременить. Ну, хотя сейчас уже все равно все сделано так. У меня там снизу стола, я тебе так скажу, там такие специальные у меня, как захваты для проводов, да, чтобы они снизу-то тоже не болтались. То есть, ну, по сути, сейчас видно, просто вся проводка проходит внизу стола, вместо того, чтобы ей проходить наверху. Вот. Я когда... Изначально я это делал еще с рулем, когда рулю. Ну, то есть, когда я в гонке играл, то есть, как раз я менял стол, там, туда-сюда. Вот. И там как раз всю эту проводку провел. То есть, сейчас я этот рулю брал, захваты-то эти остались, они никуда не деваются, они не снимаются, ничего-то есть, они там есть. И сейчас я провел проводку от штурвала, да, там, от рудов. Коже, опять же, прям по этим же местам, где был руль прикреплен. Но провода от руля, которые возможно было оставить, я их оставил, и они так вот в этих у меня захватах там сидят внизу. То есть, параллельно идут уже от штурвала провода, то есть, там, ну, вполне все нормально крепится. Ну, и сейчас для того, чтобы мне прикрепить руль, то есть, мне уже не нужно как бы выкаблучиваться, то есть, я его просто... Ну, грубо говоря, штурвал снимаю, да, с кронштейна, с этого убираю, и на кронштейн ставлю руль. А провода просто вытаскиваю снизу, подцепляю, и они так же там внизу идут. Ну, в общем, это будет быстрее. Поэтому, если вдруг возникнет желание покататься, там, в Азету Порзу, либо в Форзу Моторспорт, там, либо еще во что-то, тем более, вроде как говорят, скоро что-то новое, там, по-моему, там должно выйти. Вот это вот желание покататься и нежелание опять все переделывать, скорее всего, перебьет нежелание, да, ну, в смысле, желание покататься, перебьет нежелание копаться с проводами и так далее, и тому подобное. Ну, вот, ну, вот как-то так. Ответлись от него, немножко ушел в сторону. Блин, такие горные корректинты. Преодолеваем красотищу. Ну, я считаю, что это прям опасненько так летать. Аз yep. Ну, я считаю, что этоch. Преодолеваем красотищу. glyce. Ну а там у нас за горами уже Черное море, мы сейчас вот это проходим и все, выходит до побережья. Пройдем через горы, начнем потихонечку снижаться. Продолжение следует... Заходить будем с моря, да, на 06 по схеме, ну блин, там опять же, видишь, схема-то данная у нас для больших воздушных судов. Я вот не знаю, я могу, конечно, переключиться в режим хейдинга и по хейдингу идти и срезать часть пути. Насколько это сократит время, ну я не думаю, что прям совсем намного, надолго. Ну в смысле, нам еще типа долго лететь. Нет, самолет-то быстро довольно-таки. поэтому, скорее всего, мы пойдем дальше также в режиме навигации на автопилоте. Вот, выполним схему захода с моря. Ну и надеюсь, совершим удачную посадку. Давно не летал, поэтому даже как-то страшно. Мне иногда кажется, может, это просто кажется, все же зависит от того, на чем ты больше летаешь, что маленький вот этот самолет посадить сложнее, чем боинг. Не знаю, мне кажется, боинг проще как-то понимание, да, когда ты подходишь к полосе, ты понимаешь, как-то больше скорость, расстояние, высоту на этих же самолетах. Мне как-то, вроде бы все видишь, но, блин, по итогу ты к полосе подходишь и такое ощущение, что глаза тебя обманули. То есть ты еще на дней можешь долго лететь, вроде хотя, блин, это же маленький самолет. Я тут вчера ночью тоже сидел, пока настраивал, решил сделать пару посадок, просто так, которые тут вот есть вот эти задания, знаешь, да, по посадкам. Ну, я тебе скажу, блин, две посадки сделал, причем с первого раза на А. Вроде как бы на маленьких самолетах садился, потому что думал, на чем бы полетать, именно вот этот маршрут южного побережья, скажем так, и выбирал специально, выбрал посадки маленького самолета. блин, а, все четко по полосе, по всего и точнее, в маркер куда нужно. Ну, ладно, посмотрим. На этом самолете лечу я, как бы, ну, можно сказать, первый раз, да, потому что во время, когда я летал, до переустановки Сима, блин, это было капец как давно, ну, наверное, до год, наверное, я к Симулятору не подходил. Надо посмотреть, когда там был последний ролик по Симулятору, ну, и как раз я пойму, когда я закончил свои полеты. Поставил бот, вчера смотрю, там планшет появился. Ну, наконец-то. А планшет-то такой, блин, скудненький, капец. Ну, по-хорошему, вот здесь мы уже можем начинать снижение, потому что мы сейчас пойдем в море. Горы мы перемахнули, нам большая высота уже не нужна. Ну, то есть, да, ты видишь. Симулятор снижение. Ну, то есть, да, ты видишь. Ну, то есть, да, ты видишь, да, ты видишь. ну вот смотри у нас куда уводит на точку карат до которой нам еще 74 мили лететь дальше уже заход ну блин это это очень далеко я прям не думаю что нам так нужно давай наверное мы перейдем все-таки в режим хейдинг и немножечко сократим себе маршрут так все входе перешли я нажал сюда чтоб он синхронизировался мы идем дальше прямо начнем снижение сильно быстро мы наверно не нам 6000 до 500 поехали 500 футов минуту до 6000 будем снижаться и и Сейчас сделаем правую доворот в сторону Гагра Блин, не совсем удобно здесь положение вот этого хейдинга, блин, был бы чуть повыше где-нибудь вот здесь было бы удобнее, конечно следим за скоростью на снижении все как обычно не уходим в красную зону а тем более не допускаем его спид, да, в забор сюда не идем, ну а тут в красную, естественно, не заходим Черное море по днам она, в принципе, вот туда вдоль побережья и там наших полоса Так, начнем мы потихонечку доворачиваем сейчас вправо Нам, по сути, можно вот сюда прям выходить этого будет достаточно вот до сюда нам не нужно Экосиара Виктор, contact Сочи, approach, on 124.6 Good day 124.6, Экосиара Виктор Сочи, approach, delta, Foxtrot, Экосиара, Виктор, 10,300 feet Delta, Foxtrot, Экосиара, Виктор, Сочи, approach, altimeter, 29.96 Так, еще можем доворачивать Ну, я думаю, что вот так мы и пойдем Так, ну, вряд ли мы уже будем возвращаться, скажем так полет по навигации, поэтому здесь мы уже можем волок наш включить, чтобы вот здесь наблюдать за тем, куда мы идем так мы продолжаем снижение до 6000 Я думаю, что мы можем даже ускориться снижение до 6000 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 Глиссаду, я думаю, 1000 на 2700 подойдем. К глиссаде. К глиссаде. К глиссаде. К глиссаде. К глиссаде. Я имею в виду Microsoft Flight Simulator 2020. Подходим. Бывают некоторые фризы. Связано с тем, что он там наземную технику подгружает туда-сюда. Даже есть решение для слабых компьютеров. Как это все дело убрать. Точнее, просто надо убрать технику. Людей там и так далее и тому подобное. Ну, блин, я этого делать не стал. Полазил по настройкам. Сима посмотрел. Ну да, он такой более гибкий стал. Смотри, там радуга у нас. У нас, че, блин, дождь, что ли, там в Сочи? Вроде не передавали. А улочка-то есть. Ну, блин, в каком симуляторе ты еще увидишь радуга. Так, поехали до трех. Продолжение следует... Так, у меня тут до двух показал, да? Давай две. Надо две семьсот. Будем подходить. Будем подходить. Будем подходить. Будем подходить. захватываем курсовой блин повтор же надо записать я уже от вы конечно влюблен от сима да такие вещи я могу забывать я все повтор пишется полосу наблюдаем погоди а мы почему нас высота 2 700 лет так автопилота выключаем хочу почему он был он продолжил снижение я чуть не помню так ладно идем на руках начнем выпуск и почему-то на 2 700 у нас не остановился интересно так шоссе так шоссе Полица дойдем, ничего страшного. Одно деление можно. Сверху правильной дороги, 2-0 ЭКО, Сиерра Виктор. Полоса длинная, самолет маленький, но не страшно. Сверху правильной дороги, 1-1-9-0 ЭКО, Сиерра Виктор. Ой да блин, вот эту штуку забыл включить, но да. Так, и ответчик нам надо принять байпель. Нет, смотри, самолеты стоят, я говорю, я ничего не убирал. Так, а нам-то тут местечко будет. А, вот сюда к гейту хочу. Да, местечко и для нас нашлось. Так, стояночный ставь, ну и будем смотреть повтор. Блин, смотри, да вон такие облачные, собственно. Прямо вообще облачно, солнышко нет. Такое ощущение, что после дождя, блин, да, радуга была. Ну капец, он прям держится, держится, держится над полосой. Летучий самолеты. Летучий самолеты. ЭКО, Сиерра Виктор, вы не были очевидны, чтобы взлетать. Открывай дорогой. ЭКО, Сиерра Виктор, вы не были очевидны, чтобы взлетать. Я не знаю, есть ли тут вид пассажирского сиденья, салон. Ну, сейчас попробую. Так, ну вот такой вид с пассажирского места, скажем так, я смог настроить. Блин, остальные виды там прям вообще смотришь на крыло, видишь крыло конкретно. Ну, как-то вот так, давай посмотрим. Там же сзади уже нет сидений, да, сзади уже нет. Ну, блин, здесь, да, вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ЭКО, Сиерра Виктор Contact Ground, на 1-1-9, д.0. дальше попробую вот с этого места еще сейчас как бы что смотрел вперед так ну давай вот еще посмотрим вправо там где-то олимпийские объекты все вот они вот именно с этой стороны где-то вон там они находятся ну блин вряд ли увидим можно с этого места конечно смотреть но тут вижу как сиденье расположено вот и типа назад вон они олимпийские объекты вон видно стадион у меня где-то ролик есть я кстати снимал прям летал там над ними блин там очень красиво и и и и и и и Продолжение следует... Ну да, в Сочи сейчас пойдет дальше с попростом. Ну, либо он уже прошел. В общем, вот такой вот перелетик у нас получился с тобой. Сейчас по-быху не подозначим. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, собственно, вот. Добро пожаловать в Сочи. На этом ролике заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.